Так, коллеги, добрый день. Добро пожаловать на этот курс. К сожалению, я настраивался, конечно, что мы с вами пообщаемся лично с большей частью из вас, но вот мы отключили свет сегодня и завтра для каких-то ремонтных работ, поэтому пришлось перейти в Zoom. Вот. Немножко о команде людей, которые будут с вами работать. Кажется, у нас не все сейчас присутствуют, но я перечислю всех. Значит, у нас Павел Валерич Балакшин, Иван Павлович Логинов. Да, Иван, покажись, пожалуйста, если ты здесь. Это преподаватели практики у разных, буду вести или я, или нижеперечисленные люди. Павел Валерич Балакшин, Иван Павлович Логинов, Глайя Геннадьевна Ильина, Юрий Дмитриевич Кореньков, Данил Сергеевич Садырин и Николай Михайлович Лукьянов. Вот. Немножко про организационные моменты. У нас будет, я надеюсь, порядка 16 лекций. Сейчас в расписании стоят 8 лекций по отчетным неделям, по неотчетным неделям, прошу прощения. Но мы ищем возможности того, как поставить недостающие часы тоже в расписании. То есть в итоге у нас должно получиться в 2 раза больше часов. Посмотрим, как у нас это получится. Я буду вас держать в курсе. Вот. Еще немножко про организационные моменты. У нас планируется 8 лабораторных работ. Часть из них по СИН, часть из них по ассамблеру, часть из них смешанная. Вот. Они все не очень сложные. И главное, соответственно, чтобы вы вовремя этим занимались. Далее, по поводу форм-контроля. Официально у нас на курсе сейчас происходит зачет. Чтобы получить зачет, нужно будет дать 2 рубежных контроля и лабораторные работы. Рубежные контроли тоже на лекциях. В формате тестов. 8 вопросов с отметами в свободной форме, как правило. И 2 вопроса на то, чтобы написать программу. Вот. Еще один организационный момент. Мы постепенно настраиваем наш факультетский GitLab. Это система, ну, что-то похожее на GitHub на самом деле, где вы можете создавать репозитории и работать с системой контроля версии Git. Мы постараемся прийти к состоянию, когда у каждого курса будет свой набор репозиториев. И сдачу лабораторных работ вы будете производить через GitLab. То есть вам нужно будет в своем репозитории предоставить код лабораторной работы, после чего вы придете на защиту и сможете его защитить. Ссылку на репозиторий нашего курса я сейчас скину в чат. Значит, на самом деле это уже не репозитория, а группа репозиториев. В репозитории Classes, на которой я скинул вторую ссылку, находится информация по лекциям, по практикам. И кроме того, в левом меню вы сможете видеть кнопочку Wiki. На Wiki я буду собирать всю информацию по курсу. Общая организационная информация есть на страничке, которая так и называется, курс низкого уровня программирования. Вот ссылка на эту страницу. Что вам потребуется для... Да, еще один организационный момент. Значит, на каждой практике у вас будут небольшие тесты на 5 минут. За тесты ответственен Павел Валерьевич Балакшин. И вы можете спрашивать у него вопросы, которые вам не ясны в связи с этой информаконтролем. Но тесты будут примерно по содержанию лабораторных работ. Они несложные, они занимают мало времени. Чтобы делать практические задания, вам потребуется или Windows установленной системой VSL, или Linux, или Mac OS. Но на Mac OS вы не сможете делать лабораторные работы по Сэмдер, к сожалению. Поэтому фактически решения такие. Или Windows с VSL, или виртуальная машина с Linux, или ваш собственный Linux. Разных виртуальных машин для виртуалбокса я вам предоставляю. На последний из ссылок вы можете найти, как скачать эти виртуальные машины. И прямо на них можно садиться и сразу начинать выполнять работу. Теперь некоторые, наверное, с организационными моментами мы разобрались, более-менее. Некоторые педагогические моменты. Я знаю, что у вас был курс алгоритмов у Михаила Косякова. По крайней мере, у части потока. Подтвердите, пожалуйста, так это или нет. Можно в голосовой чат или там с видео. Да, был. Был. Соответственно, если я правильно, опять же, понимаю, сдавать эти самые алгоритмы вам нужно было на C или на C++. На плюсах в основном, по-моему. Да, на плюсах. Значит, с точки зрения того, как выполняются программы, языки, C++, они очень похожи. Понятие того, что такое идиоматичный код, то есть хорошо в правильном стиле написанная программа, они на C и на плюсах сильно различаются достаточно. Но с точки зрения, как оно все работает, это похожие языки. Вот. У вас может сложиться впечатление, что в таком случае C вы уже, в общем-то, знаете, и изучать его дальше нет смысла. Вот. И я бы хотел сейчас провести небольшую тестирование из буквально трех вопросов. Пожалуйста, отвечайте прямо сюда. Значит, первый вопрос. Выполняется ли программа на C последовательно? То есть, если я написал там одно предложение, точка запятой, второе предложение, точка запятой, правда ли, что оно действительно выполнится последовательно? Ваши ответы. Ну, давайте, ребята, это же простой вопрос. Вы же все писали программу на C, и там были какие-то стейтменты, которые выполняются последовательно. там, не знаю, А равняется B плюс 1, C равняется D плюс 5. Ну, вот, например, Екатерина Машина. Я вижу, вы тут присутствуете. Катя, скажи, пожалуйста, твое мнение на этот счет. Ну, я считаю, что они выполняются не всегда последовательно. А когда они выполняются не последовательно? Я не могу сказать. Мне кажется, это, скажем так, вы немножко напряглись, потому что вы решили, что это вопрос с подвохом, хотя на самом деле это вопрос без подвоха. Поэтому вы не хотите говорить, что на самом деле оно выполняется последовательно, потому что думаете, что здесь есть какая-то засада. Засада есть. А можно вопрос? Порядок вычисления аргументов. Порядок вычисления аргументов, это мы пока что оставим за скобками. Просто давайте так. У нас есть условно два предложения, которые я напишу в чатик. Так. A равняется B плюс 5. B равняется C минус 3. Ну, пускай, что A, B и C, они уже определены. Правда ли, что запись в A будет сначала, а потом запись в B? Да, правда. Так, отлично. Это первый вопрос. Значит, второй вопрос. Где в C, ну или там в плюсах, хранятся локальные переменные? Это тоже очень простой вопрос, на самом деле. Я не буду задавать вопросы в чате. Ты же знаешь, что и первый, и второй вопрос на самом деле не так отвечаются. Так, стеки. Нет, ребята, если хотите ответить, вы можете ответить прямо в зуме, не в чате. Так будет, может быть, даже быстрее. Вот. Третий вопрос, он будет таким. Вот, допустим, у нас есть два указателя. Один указатель на float, а другой указатель на int. И и f. Может быть ли такая ситуация, что эти два указателя равны? Может, но это не определенное поведение. Антон уже кое-что знает. Значит, Антон, ты, конечно, молодец, что знаешь про стриптолиатинкулс и вот это вот все. Значит, это были три простые вопроса. И они простые, а подковырка заключается в том, что когда люди изучают все, что угодно, пускай это будет C, например, они сразу полной картины того, как мир устроен, не видят. Это слишком сложно. Поэтому в процессе изучения мы проходим через некий набор приближений к тому, как оно все устроено на самом деле. В какой-то момент ответы на эти три простые вопроса начинают меняться. То есть, когда человек еще ничего не знает про императивное программирование, он не понимает, что предложения в C, они выполняются последовательно. Если ты написал что-то, а потом что-то другое через точку с запятой, то оно выполнится сначала от один шаг, потом другой шаг. Потом люди начинают узнавать про точки исследования, про то, что в целях оптимизации компиляторы могут переставлять местами предложения в программе с достаточно большой свободой. Не узнают про модели памяти, про то, что у C модель памяти слабая. И их ответ на этот вопрос про последовательное выполнение он становится уже другим. Значит, соответственно, ответ на первый вопрос он разный в зависимости от того, насколько вы уже все прокачались, грубо говоря. Ответ на второй вопрос. Где находятся локальные переменные? Ответ в стеке — это ответ человека, который с C уже поработал и примерно понимает, во что он компилируется. Но надо ответить в следующий момент, что в стандарте C слово стек не упоминается ни одного раза. В стандарте написано, что ячейки памяти под локальные переменные выделяются каким-то образом. И вообще говоря, непонятно, это будет настоящая память или регистры. А может быть, это просто какие-то виртуальные ячейки, которые существуют в программе на C, но после компиляции они исчезнут, потому что никакая ячейка памяти или регистры не будет им соответствовать. Они соптимизируются. Например, эта переменная никому не нужна, поэтому ее нигде не аллоцируют. Вот. Мой вопрос. Да. То есть правильный ответ это просто где угодно, но не в памяти, да? Правильный ответ, он будет не коротким. Вот. И на эти простые вопросы правильных ответов в короткой форме не существует. Если мы говорим с точки зрения стандарта, то правильный ответ в том, что мы не знаем, где выделяется память под локальные переменные. Мы знаем только то, что в абстрактном вычислителе эта память выделяется. Если она выделяется, это подчиняется автоматической модели управления. Да. То есть эти ячейки, они живут как минимум время жизни функции. А дальше могут жить или не жить. Вот. А третий вопрос это про то, что указатель на float и указатель на int могут указывать на один и тот же антис. Значит, пока вы не знаете, что такое указатель, вы не можете ответить на этот вопрос. Когда вы узнаете, вы понимаете, что, ну, в принципе-то, что мешает двум числам быть равными. а потом вы узнаете, что есть некий набор правил, которые ограничивают в программах на C, какие адреса могут на что указывать. И в частности, если у вас есть два указателя разного типа, то они, как правило, за некоторыми исключениями, не могут указывать на одни и те же данные. Если вы допускаете такую ситуацию в программе, то компилятор вас по рукам не ударит, программа может соптимизироваться неправильно и работать не так, как вы от нее отверждаете. Вот. Наша задача в этом курсе в плане изучения C конкретно будет протащить наше понимание сначала и до достаточно глубокого и продвинутого уровня. Так, чтобы в ответ на простые вопросы вы представляли вот все вот это вот, а не просто односложный ответ в духе там в стейке, не в стейке, там, и так далее. Вот. В принципе, весь наш курс, он про то, чтобы мы понимали, как выполняется программа. Вот, начиная от момента, когда мы написали код, этот код стал, преобразовался там в объектный файл, потом в исполняемый файл, этот исполняемый файл подгружается в память каким-то образом, у него у самого есть структура и у того, что появилось в памяти после того, как мы его подгрузили, есть тоже своя структура. После этого она начинает запускаться, как-то работать, и вот весь этот путь от написания до работы мы хотим проследить и узнать некоторые технические детали, как это происходит. вот, и прежде чем мы, собственно, прогрузимся в первую лекцию, я хочу сделать еще одно небольшое отступление. Это небольшое отступление про специфику нашей специальности, специфику рынка IT-специальностей. Значит, есть разные, скажем так, люди говорят разные вещи. Кто-то говорит, что IT-специалистов недостаток, кто-то, что их переизбыток. На самом деле оба ответа верны в зависимости от того, о каких специалистах идет речь. Значит, низкоквалифицированных кадров избыток. Им платят не очень много, и они взаимозаменяемые. Высококвалифицированных специалистов, которые могут решать сложные задачи, их недостаток. И этот недостаток, он, вот, как бы индустрия не перерывала, сколько бы людей в IT не шли, потому что это популярное денежное занятие, как они думают. Все равно специалистов высокого уровня, которые решают сложные задачи, их недостаток. И эта ситуация, с ней пока ничего не происходит. А что такое сложные задачи для IT-специалистов, за которые платят деньги? Как правило, как правило, он не всегда, но, как правило, два таких больших класса задач. Это задачи алгоритмические, задачи на построение сложных систем. Алгоритмические задачи, они, они, как правило, сводятся к ситуации, когда мы хотим что-то сделать, но мы не знаем, как. Нам нужны какие-то сложные алгоритмы, нам нужно понять, как использовать ресурсы какой-нибудь компьютера, так, чтобы он посчитал нам ответ на эту задачу не за сто лет, а за хотя бы месяц и так далее. это один тип задач. И в этих задачах лучше всего показывают себе специалисты в покладной математике. Люди, чтобы подготовиться к решению такой задачи, они изучают алгоритм, структуру данных, покладную математику, дискретную математику, логику, алгебру и так далее. Второй класс задачи это задачи на построение сложных систем. Когда, в принципе, понятно, что нужно сделать, но сделать нужно так много всего, что в итоге конструкция, которая решает эту задачу, она получается такая большая, что она у вас просто начинает в руках разваливаться. Как пытаться на весу построить карточный домик. Кладете сверху карту и где-то там справа внизу теряется равновесие и какая-нибудь карта падает и вслед за ней все остальное. Если попытаться решить такую задачу без какой-то опыта и подготовки, ну, вы будете страдать. Вот. Поскольку немногие люди могут так делать, они и ценятся соответственно. На нашем факультете люди в основном занимаются именно такими задачами. Не алгоритмическими, а системотехническими, как это называется. Системотехника это не про схемотехнику, это не про железки, это именно про систему. А системы могут быть программные, программно-аппаратные, аппаратные. Это уже дело не самой первостепенной важности. Вот. Кроме того, мы не просто про систему, мы про вычислительные системы. Что такое вычислительная система? Мне кажется, мы с вами на нашей специальности еще, может быть, даже и не говорили об этом. Ну, возможно, самое время об этом поговорить немножко. И мое к вам, ну, скажем так, обещание, что за эту лекцию мы с вами поймем, что такое вычислительная система, ну, пока не мере, получим такое представление, какие из них вы уже изучали, какие мы будем изучать на этом курсе, ну и, может быть, какие вы будете изучать в дальнейшем, потому что вы знаете, что у вас там есть предметы, например, база данных или распределенные вычисления или компьютерные сети, о каких вычислительных системах идет там речь, о каких идет у нас и каких вы уже немножко знаете. Вот. И бонусом мы поймем, почему курс называется низкоуровневое программирование, чем низкоуровневое отличается от высокоуровневого. И подсказка это не про близость к железу, вернее, не только про нее. Ну что ж, поехали. А что такое система для начала? Система это набор каких-то связанных компонентов, при этом система это больше, чем сумма ее частей, у нее есть свойства, которыми сами части не обладают, но во взаимодействии этих частей эти свойства проявляются. Извините, а презентации никакой, просто пока мы без презентации или вы забыли подключить ее? Нет, презентации я не сделал, но я вам потом дам примерно конспект того, что я вам буду рассказывать. Я покажу несколько картинок, когда у нас речь зайдет просто о том, что нужно показывать именно. Спасибо. Вы меня, пожалуйста, прерывайте, задавайте вопросы, я к этому отношусь просто великолепно, у нас будет дискуссия. Компонентов, компоненты взаимодействуют, во взаимодействии рождаются новые свойства, есть некий интерфейс, через который система взаимодействует с внешним миром. Значит, я как система являюсь, например, человеком, я состою из органов. Каждый мой орган, он не дает вам представления о том, кем я являюсь на самом деле, но взаимодействие мои органы дают вам меня, который вам сейчас считает лекцию. Вот. Важно здесь понимать следующее. Если мы говорим, например, про программы, является ли программа, исходный код программы на чем угодно системой. В общем-то, нет. Системы, он станет, когда вы его запустите, и он начнет исполняться. Вот там часть программы начнут между собой взаимодействовать, взаимодействовать с операционной системой, с железом, с внешними устройствами, с экраном и со всем остальным, с другими программами через интернет или другие сети, и вот у вас появится система. и свойства этой системы могут вас очень сильно удивить. Особенно, если вы еще не отложили, не отладили ее и не вычутили баги. Вот. Вычути этой системы, они на самом деле могут быть сделаны из чего угодно. И они могут быть сделаны даже не человеком. Вот вам парочку примеров. Я на самом деле очень хотел с вами проиграть в игру на лекции, но для этого нужно, чтобы вы вживую присутствовали, я бы из вас сделал компьютер в некотором роде. И из, скажем, 15 студентов можно сделать отличный компьютер, который будет быстро считать генометрические функции. На следующей лекции обязательно проиграю с вами в это. Но пока что будем довольствоваться такими примерами. Значит, вычислительная система, которую сделал не человек. Есть великолепный сайт, который называется random.org. Можете туда зайти. И этот сайт, это интерфейс к системе генерации случайных чисел, которые получают случайные числа через датчики атмосферного шума. Там в атмосфере периодически возникает какое-то электромагнитное излучение из-за каких-то природных процессов. и оно достаточно случайно. Числа, которые мы таким образом получаем, они опроводают необходимыми нам свойствами. Они похожи на настоящие случайные числа, как они воспринимаются в математике. Но понятное дело, что мы к этому имеем весьма опосредованное отношение. Мы просто взяли систему, которая уже существует, наша планета, подрубились к ней через интерфейс, через датчики, которые воспринимают электромагнитное излучение из атмосферы, и стали получать оттуда какие-то данные и интерпретировать их. И так получилось, что эти данные, они для нас полезны, они обладают некоторыми свойствами. Еще есть такой пример, если кто-то из вас увлекался астрофизикой или вообще любит почитать про космос, в космосе есть такой вид звезд, который называется пульсары. Это нейтонные звезды, скажем так, когда-то они были большими хорошими обыкновенными звездами и светили себя отлично, потом с ними случился коллапс, они стали преимущественно состоять из нейтронов, и помимо этого они стали очень быстро вращаться. И при этом вращении излучение, которое мы регистрируем, оно меняется очень быстро, но с таким очень стабильным периодом. То есть фактически мы можем использовать их как часы, причем очень точные, потому что каждую секунду у нас стабильно будет какое-то определенное количество вспышек излучения от этой звезды. Достаточно большое. Люди в частности используют пульсары и с такой целью тоже. Тоже мы ничего не сделали для того, чтобы пульсары появились, но мы подрубились к уже существующей системе и получаем оттуда данные, которые для нас полезны, обладают свойствами. Пожалуйста, вам примеры вычислительных систем, которые сделали оценивают. Важно понимать следующее. Вот мы говорим, что система состоит из каких-то частей, из компонентов. Компоненты мы можем выделять разными способами. Мы можем выделять компоненты структурно в системах, а можем выделять функционально. И это две большие разницы, которые мы не сразу, наверное, можем понять. давайте возьмем такой пример ножницы. Вот что такое ножницы. В ножницах есть структурно две половинки, которые соединены винтом. Каждая половинка это дырка для того, чтобы посовывать туда палец, и лезвие для того, чтобы резать. функционально же ножницы состоят из двух частей. Одна из частей режет, а за другую часть мы держимся. Соответственно, вы понимаете, ножницы это система, которая может резать бумагу лучше, чем одно лезвие по отдельности. Структурно она состоит из двух частей, но это другие две части, нежели если мы разделим систему на части, из которых имеет определенное предотначение. Еще пример, что-нибудь такое уже вычислительное. Вычислительная система, допустим, какое-нибудь устройство ввода. У нас в компьютере есть курсор, мы можем его перемещать. Перемещаем мы обычно его с помощью тачпада или мышки. Курсор является структурной или функциональной частью системы компьютера? Ваши ответы, пожалуйста. функциональной. А почему? Ну, собственно, у него функция показывать, где расположены картины. Кругля, для того, чтобы он был структурный, нужно, чтобы он был частью чего-то еще. В данном случае курсор это обычно конечная цель. Да. Ее указатель. Я, пожалуй, принимаю это объяснение. на самом деле, да, мы можем управлять курсором с помощью мышки, мы можем написать программку, которая будет таскать нам курсор по экрану без каких-то действий с нашей стороны. Но для компьютера вот этот вот ввод, он будет, ну, не то, что неразличим, ну, различим, но это не имеет никакого значения. Структурно мышка, она, наверное, является не то, чтобы функциональной, а именно структурной частью, структурным компонентом системы. А вот курсора нет. курсор, он не обязательно соответствует какой-то части системы, которую можно изолировать в реальном мире. Отлично. Хорошо, примеры мы посмотрели. Можно, значит, систему на них смотреть с точки зрения того, как они структурно организованы, как они функционально организованы. И смотреть на них функционально, как правило, это для нас, для программистов, для инженеров это более правильно. Это дает нам более продуктивный взгляд на систему. Потому что мы смотрим функционально, чего мы хотим достичь, а дальше функциональности мы можем реализовывать структурно очень разными способами. К примеру, если мы строим какую-то программно-аппаратную систему, и в ней есть ПЛИСы, А ПЛИСа это железка, которую можно запрограммировать, и она будет вести себя как та или иная схема. Так вот, мы, да, и у этого есть преимущество того, что ПЛИСы, они для каких-то очень специализированных вычислений работают значительно быстрее, чем обычные компьютеры, и при этом потребляют малый энерг. Так вот, если мы будем смотреть на систему функционально, и выделим какую-то функциональную часть, вот здесь нам нужно предводить такие-то вычисления, например, не знаю, майнить биткоины. Вот, для нас нужно делать эти вычисления. А как это делать? Можно сделать некую часть системы, которая будет состоять из программной части на компьютере, плюс ПЛИСа, который будет к этому компьютеру подсоединен. И вот эта вся функциональная часть будет более эффективно майнить биткоины, чем, например, процессор компьютера. Вот. Как я уже говорил, для систем, для задачи построения систем, главная проблема это то, что они бывают очень сложными. И для начала не очень понятно, что такое сложность системы, как ее измерить, как ее вообще определить. Есть несколько подходов к этому. Точного такого единого ответа на то, что такой сложность нет. Подходы у нас бывают такие. Можно сказать, сложная система это система, которую сложно описать. Второй подход сложная система это система, которую сложно создать. Третий подход это система сложная если она очень нерегулярная. Это дело, что мы можем представить себе какую-то очень большую систему, которую можно кратко описать и это описание просто применять в точности ко всем ее частям. Но можно выделить некоторые признаки того, что если это условие удовлетворяется, то, как правило, система сложная, и нам с ней будет работать непросто. Система будет сложна, как правило, если в ней много компонент, много связей между ними, много нерегулярности, большое описание, или если, чтобы ее сделать, мы уже понимаем, что нам нужно много людей. То есть люди, которые ее конструируют, большая команда, это уже признак того, что не так там все просто. Чтобы, несмотря на сложность все-таки системы конструировать, нужно думать, как со сложностью бороться, как ее управлять. В принципе, когда вы делаете вычислительные системы, вы можете делать все, что угодно. Вы можете, не знаю, придумать компьютер, который при выполнении каждой инструкции будет, например, ко всем регистрам прибавлять единицу или десять. Это будут тоже какие-то вычисления, но непонятно, как это использовать с практической точки зрения. Но, значит, путем проб, путем ошибок, путем экспериментов в системотехнике появились некоторые способы того, как вычислительные системы создавать и, ну, отчасти категоризировать. Но давайте для начала создавать. И главный, наверное, одни из главных двух принципов здесь это модульность и абстракция. Модульность заключается в том, что мы систему делаем кусочком. Берем изолированный некоторый модуль, его делаем, описываем, какой у него будет интерфейс, и затем из этих модулей собираем систему как из конструктора. Когда вы делали задачи по программированию, например, я уверен, что вы с модульностью сталкивались, потому что вам нужно было не всю программу сразу написать, а выделить некоторую ее часть, по которой вы понимали, как она работает, оформить эту часть в виде модуля и сказать, ага, отлично, вот, я с ним буду взаимодействовать таким образом, а устройство у него будет очень сложное. Ну, я понимаю, какое. Но потом я буду использовать его как часть чего-то большего и работать с ним. рука об руку с модульностью идет абстракция. Абстракция — это такой принцип, по которому вы говорите, модуль, он, конечно, структурная единица, но я еще вдобавок к этому я буду забывать о том, как он устроен. Я не буду думать, какая сложная там внутри работа происходит. Я буду думать о том, как это выглядит для меня с внешней стороны. То есть модуль — это черный ящик. Мы абстрагируемся от того, почему он работает так, а не иначе, и думаем только о том, какое поведение он демонстрирует. Вот. Модульность и абстракция. С помощью этих вещей можно очень неплохо организовать большую часть вычислительных систем, которые сейчас у нас существуют. Давайте посмотрим на то, как это сделать. Сейчас мы фактически хотим дать взгляд на вычислительные системы вообще, с помощью которого мы можем аркетеризовать все курсы по специальности, которые у нас в университете читаются. И сделаем мы это следующим образом. Если мы посмотрим на все эти системы вычислительные, и на то, какие у них бывают функциональные компоненты, как правило, функциональные компоненты, они попадают в одну из трех категорий. Первую категорию мы условно назовем исполнителем, вторую — памятью, а третью — транспортом. Вот. У Сергея Викторовича Клеменкова на первом курсе вы, я так понимаю, изучали архитектуру фонеймона. Я правильно понимаю? Да, было такое. Ну, был и фонеймон, и вторая, как ее звали, я забыл. Вот. Антон, напомни, пожалуйста, вот архитектура фонеймона. Она как выглядит с высоты птичьего полета? Сейчас бы не перепутать. Я помню, там было две основные архитектуры. Одна из них была такая, что... Я помню, там было различие в памяти, что у одной отдельно хранится программа, отдельно хранится в памяти именно какие-то значения, а у другой было такое, что все вместе хранится. Это было одно из различий. Потом другое различие было, что подключалось вроде одно все к центральной точке, а другое как-то по-другому. Вот смотри, это уже немножко более гранулярно, скажем так. То есть фонеймон, в принципе, это просто процессор, память и канал обмена данными между ними. Вот. А то, о чем ты говоришь, это пристанская и гарвардская архитектура. Это вариации на тему, скажем так. Чуть более детально. Вот. Но вот если у нас есть один процессор, одна память и один канал коммуникации между ними, это, ну, такой классический фонеймон. В данном случае исполнителем является процессор, память является память, а канал связи между ними – это транспорт. Ну вот, Гарвард, он как раз про то, что у тебя логически несколько банков памяти. Да. Вот. И это отдельное замечание. Спасибо, Йора. Вот. Мы можем ищить, мы можем сказать, что это три фундаментальные абстракции во всех учредительных системах. Транспорт, память и исполнитель. В данном случае абстракция, я говорю не как принцип, когда… Принцип абстракции – это когда мы забываем про устройство, модуля, и смотрим на него, как на черный ящик. Я говорю про абстракцию, как конкретный функциональный компонент, в устройство, в которое мы не лезем. Вот. Давайте подумаем о том, значит, чтобы лучше, как-то, не знаю, прочувствовать это, какие у нас бывают примеры вот всех этих, значит, трех абстракций. И начнем с самого простого, наверное, с памяти. Вспомните, пожалуйста, вот по вашему опыту общения с компьютерами, грубо говоря, чего такое вы видели, чтобы попадало под описание, что из этого можно прочитать и туда можно записать? Ну, жесткий диск, например. Так, жесткий диск, отлично. Давайте еще. Оперативка. Оперативка. Ну, рам. Да, ага. Еще. Ну, если на более абстрактном уровне, то содержимое жесткого диска, файлы. Файлы, отлично. Конечно. Парень очевидное добавлю. Что? Клавиатура. Клавиатура? В нее можно записать? Ну, я не знаю, но все содержимое реестра. Ну, не с любой клавиатуры можно считывать. Да, давайте клавиатуру пока оставим за скобками, но реестра, отлично. Еще. Регистр процессора? Что? Каналы. Регистр процессора? Регистр процессора, отлично. Так, что там звучало еще? Канал. Канал. Что ты имеешь в виду под каналом? Различные абстрактированные базы данных еще. Так, базы данных, супер. Кэши процессора. Кэши процессора. И кэши вообще говоря. Можно пойти по старинке, магнитные ленты, перфокарты. Да, 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 все, и все это правда. Вот, хорошо. А считается листик, листик и ручка? Бумага, да, считается. Да. Ну, бумага считается, если вы сделаете ее частью вычислительной системы. Перфокарты. С кэшами на самом деле вопрос, потому что мы не можем с ними работать вот как бы явно. Ну, ты можешь написать какую-то программу, которая себе будет что-то кэшировать, например, с сети на жесткий диск. Да. Ты можешь явно в некоторых системах попросить что-то закэшировать. Тогда да, тогда да, но только в том случае, если мы можем именно управлять гранулярностью этой штуки. Да. Вот. Обратите внимание, сейчас очень-очень мне нравится одна вещь. Значит, вы начали с того, что перечисляли железки, а потом вы стали перечислять вещи, которые встроены очень сложно. Например, файловая система, например, база данных. База данных, мы говорим, что мы туда можем что-то записать и можем оттуда что-то прочитать. Но устройство база данных это вещь весьма сложная. Вот. Что мы еще могли забыть? Ну, всякие облачные хранилища мы, наверное, еще не сказали. Мы не разделили оперативную память и виртуальную память, хотя это не совсем одно и то же, но в принципе и то, и другое является памятью. Ну, и на схемотехническом уровне можно спуститься до триггеров. Триггеры — это тоже память. Вот. Окей, с памятью плюс-минус понятно. Значит, прозвучал канал, я так понимаю, что имеется в виду Unix-овый вот эти вот каналы для связи между процессорами. Между процессами. Ну, во-первых, не только в Unix-ах, во-вторых, сам по себе канал тоже может быть абстракцией. Да. Канал — это, собственно, вторая фундаментальная абстракция, о которой мы сейчас будем говорить. Давайте я прокомментирую по клавиатуре. Смотрите, у вас у клавиатуры есть состояние клавиш-модификаторов. которые показываются индикаторами с лампочками. Да. Fn, NumLog, вот это вот все. Вот. Соответственно, мы можем менять их состояние программно и считывать тоже. Ну, помимо того, что мы можем считывать нажимаемые клавиши. Угу. Окей, принимается. У клавиатуры есть состояние, мы можем его считывать и мы можем у него записывать. Так. Давайте дальше. Значит, с памятью мы примерно разобрались. Значит, вторая штука это исполнитель. Значит, исполнитель это не просто как процессор. Это штука, которая или выполняет команды, или она реагирует на какие-то внешние раздражители. Давайте, значит, я парочку примеров приведу, а вы продолжите. Значит, самый очевидный пример это процессор. немного менее очевидный пример это какая-нибудь система типа Word, которая реагирует на то, что мы с ней делаем. Еще немножко менее, ну, тоже достаточно очевидный пример это интерпретатор. когда вы кормите программу какой-нибудь кодом на условном Python и программа интерпретатор она выполняет, ну, например, по строчкам то, что там написано в этом самом файле с входным кодом. А считается например, какая-нибудь компьютерная игрушка? Да, вполне можно сказать, что это интерпретатор. Особенно, если там поддерживается скрипты. Да. Или браузер. Да, браузер отличный пример. Браузер тоже является исполнителем в таком смысле. Он реагирует на наше взаимодействие с ним. Ну, это все достаточно высокоуровневые. Да, да. Такая и здоровая, чем высокоуровневые, тем лучше. Да, но сама абстракция-то она гораздо проще на самом деле. Да, абстракция проще. Давайте еще какие-нибудь примеры каких-нибудь простых, структурно-простых вещей, которые подходят под это описание. Буферы. Буферы. Контроллеры памяти. Ну, вот контроллеры памяти, да. Насчет буферов я не уверен, что сказать. д-триггер. Д-триггер. Артем, что ты сказал? Д-триггер. Пожелуй. Да, наверное. РС-триггер. А вы же сказали, что триггеры это относится к памяти. Ну, триггеры относятся и к памяти их исполнителя. Ну, да. Кроме того, РС-триггеры и д-триггеры они разные. Мне больше всего нравится калькулятор в этом примере. Калькулятор. Вот, супер, да. Отличный исполнитель. Он же, кстати, и память. Да, память там тоже есть. Он достаточно простой, чтобы иллюстрировать все интересующие нас аспекты. Вот. Хорошо, но с исполнителем более-менее разобрались. Давайте еще, значит, у нас есть память, в которых они данные, у нас есть некое активное начало, которое что-то делает или реагирует. И нам нужно это связать с другим. Примеры вот транспортов, которые у нас связывают компоненты в таких системах. Давайте посмотрим. Самые низкие уровни провода. Да, вообще все виды кабелей, которые у нас могут придуматься, они относятся сюда. Давайте еще. Излучение. Излучение? Извините. Да, да. Что еще? Как раз таки Unix-каналы из абстрактного Да, хорошо. Еще. Как мы сейчас с вами общаемся? А, ну, Света тоже излучение. Ну, да. Давайте вверх по лестнице. Конкретизируем? Нет, даже не то, что конкретизируем. Вот Zoom, он является каналом передачи между двумя компонентами учрежденной системы? Да. Конечно, да. Ну, насколько вычисленны, это еще вопрос. Вот, каналом передачи он точно является. Вот, отлично. Значит, интернет, да, тоже является. И вообще любые сетевые протоколы, они попадают в эту абстракцию. там, любые мессенджеры попадают в эту абстракцию, там, не знаю, Телеграм, Аська, электронная почта, давайте что-нибудь из программирования, может быть, еще. Ну, каналы в ГО, например. Да, попадают. Что? ГО, и здесь имеется в виду язык программирования? А, окей. Ну, можем с помощью каналов там организовывать взаимодействие между частями программы в рантеме. Ну да, обычно между потоками. Да, потоки, они есть части программы. Если мы говорим про программу, опять же, как про что-то, что выполняется, а не про ее исходный код. Собственно, почему мы обычно ассоциируем именно себе код программы с программой? Потому что код программы, он является именно описанием программы как системы. Это как чертеж самолета и сам самолет. Вот, чертеж самолета не летает, но по нему можно сделать самолет, который будет уже системой настоящей в тот момент, когда он будет лететь и работать. Ну, или даже не работать, а просто планировать на самом деле. Тут вот в чатике интересные варианты. Так, ой, у меня, извините, нету уведомления о чатике, что они пишут. Буфер внешнего устройства, база данных. Ага, ага. Но в конце. Нервы прерывания. Нервы, да, согласен. Только в таком случае мы говорим про системы вообще, а не про... Ну, дендроны и аксоны. Нет, просто дело в том, что являемся ли мы сами вычислительной системой. Это вопрос. Почему нет? Ну, точных вычислений мы, конечно, не производим, но, в принципе, почему нет? Ну, я бы поспорил. Чаще мы производим более точные вычисления, чем машины. Просто дольше. Ну, хорошо. Думаю, что... Да, это даже небольшая натяжка назвать человека вычислительной системой, потому что мы вполне можем, например, считать на какие-то наши показатели, не знаю, электрокардиограмму получить, например. Вот, пожалуйста, мы извлекаем из себя какие-то данные, которые мы можем вполне себе осознанно интерпретировать. А теперь мы делаем такое расширение. Фан Нейман, как мы говорили, это один исполнитель, один транспорт и одна память. Но никто не мешает нам сделать три памяти, десять памяти, три исполнителя, по-разному там раскидать между ними эти самые транспортные связи. Давайте посмотрим на то, как мы можем с помощью этих всего лишь трех абстракций организовать некоторые вычислительные системы. Кое-что из них вам может показаться знакомым. Сейчас я покажу вам несколько картинок. Так. видно то, что я вам показываю на экране? Да. Поехали, значит. Конкретно в данном случае я решил все, что является исполнителями, отображать кружочками, а все, что является памятью, отображать прямоугольниками. Так мы сразу видим, что здесь что. Ну, а связи — это просто как бы линии на этой схеме, соединяющей ее части. Вот. Фонемен, он у нас очень простой. Один исполнитель, одна память. Один канал связи. Вот я с этой картинкой не согласен. Ты про фонемена или про регистра? Про фонемена. Про то, что он так отображается. Ну, слушай, потом обсудим. Хотя в большей степени не про следующую. Да, в большей степени про следующую. Окей. Значит, как мы... Ну, понятное дело, что ко всем этим штукам можно придраться на самом деле, но в некотором достаточно хорошем приближении, с нашей точки зрения, они будут описывать те системы, о которых идет речь. Значит, можно сказать, что любая память имеет контроллер, и все. Ну, например, да, можно сказать так. Я в данном случае имею в виду, что данные не передаются из памяти в регистры напрямую. Ну, ты говоришь... Ты говоришь структурно, опять же, не функционально. Функционально как бы тоже... Ну, функционально ты говоришь... У тебя есть инструкция, которая говорит, запиши из памяти в регистр. Вот. Ну, ты можешь там связи как-то немножко по-другому Да, но ты все равно можешь записать напрямую в память. Записать значение в память ты можешь напрямую, да. Здесь я... Ну, и исправил. Ну, значит, можно добавить еще одну связь напрямую между процессором и памятью. Если первое. Значит, вот это похоже, опять же, наверное, на базовую VM, с которой вы работали, потому что в базовой VM есть регистры. Это такая отдельная память, которая, по задумке, должна быть очень маленькой, но очень быстрее. Быстрее, чем обычная память. И там, кстати, именно и регистры записать в память нельзя. Да, кстати говоря, да. Вот. Давайте сделаем сеть из двух компьютеров с архитектурой фонема на каждое. Здесь я регистры не указывал, потому что ими можно в данном случае пренебречь. Сеть и предмет сети будет концентрироваться на таких ситуациях, когда у нас есть несколько систем из исполнителей памяти, и между ними есть транспорт. В простейшем случае у нас есть один транспорт между двумя участниками этой сети. В более сложных случаях у вас могут быть там разные топологии этой самой сети. Как они там... Я вот опять не согласен с этой. Юра, со всеми можно быть не согласен. А там разве регистры, регистры, мне кажется, между памятью еще должны стоять, между двумя памятями? Да, смотри, здесь речь... Смотри, на самом деле как бы и да, и нет. Да, так можно нарисовать, но в данном случае мы говорим следующее. Вот у нас есть связь между двумя памятями здесь, мы ничего не говорим про природу этой связи. Эта связь может абстрагировать под собой очень сложный какой-то механизм. То есть там могут быть не только регистры, это может быть не только провод между двумя компьютерами, это может быть целая сеть интернет, и у тебя через сеть интернет, через много-много дополнительных узлов с потерями, с попытками перепослать пакеты, которые потерялись, с поиском маршрута по этой сложной сети. Вот так вот работает этот канал связи между двумя участниками обмена информацией. Короче говоря, что сказать, что это именно функциональная схема. Это все функциональные схемы. Это все функциональные схемы. Это принципиально. Это очень важно. Спасибо, Юра. Потому что если мы говорим про структурную схему, то у нас, во-первых, связь будет между ЦПУ, а во-вторых, тогда обязательно нужно сказать, что если мы говорим, что у нас в системе где-то есть регистры, то они являются в частном случае памяти. Да. Вот. Спасибо, Юра. Значит, да, это все функциональные схемы. Это не то, как оно устроено на уровне железок, но это то, как происходят процессы обмена. Это то, как мы судим о них, когда мы говорим о какой-то программе, например, то, как она выполняется. Да, именно так. Вот. То есть, модель именно логическая. Да. Значит, мультипроцессорная система с общей памятью. Я ее тут не нарисовал, но, в общем-то, она бы выглядела... То, что сверху на нее похоже. Вот это скорее на нее похоже. Вот. Только здесь не LAN-к 1 и LAN-к 2 должны быть, а два процессора. То, что сверху тоже на нее похоже. Ну, в общем-то, да. А два процессора будут еще как-то соединены? Они могут быть, да. Смотрите, если вы посмотрите, как устроены на Intel многопроцессорные системы, то, во-первых, они бывают двух видов по тому, есть ли у каждого процессора преимущественные банки памяти, и, во-вторых, между процессорами тоже может быть специальная шина, например, QPI. Это чем-то похоже на прямой доступ к памяти? Да. Вот. Как еще можно посмотреть, вернее, какую еще учительную систему можно представить вот в таком видео? Ну, мне кажется, что вот, когда у нас есть компилятор с одного языка программирования на другой, или интерпретатор одного языка программирования на другом языке программирования, мы тоже представляем это вот примерно таким образом. потому что у нас есть процесс перевода из одного языка на другой, и потом про каждую программу, про программу на условном Пайтоне и условную программу на машинных кодах, которые выполняют программу на Пайтоне, мы можем думать, что она выполняется на абстрактном вычислителе. Абстрактный вычислитель — это такой воображаемый компьютер, который умеет выполнять программу на том языке, для которого он определен. Например, абстрактный вычислитель для языка C — это воображаемый компьютер, который умеет брать текстовые программы на C и выполнять их без какого-то перевода в машинные коды там или куда-то еще. Когда люди создают языки программирования, им нужно описать их семантику, то есть какая конструкция языка соответствует каким действиям. И часто удобно описывать вот эти вот вот эти вот правила игры, правила вычислений с помощью описания воображаемого компьютера, который эти программы выполняет. Это в некотором роде как поле для игры, на котором разворачиваются все действия. А дальше там значение условного if описывается в каких-то терминах, которые имеют смысл на этом поле, вот для этого абстрактного компьютера воображаемого. Абстрактный вычислитель это важная достаточно концепция, она нам пригодится в дальнейшем, когда мы будем читать стандартные языка, например. И здесь я хочу сделать важное уточнение и объяснить, почему наш курс называется низковровневое программирование. И что такое низковровневое программирование? Низкий или высокий уровень, эти два понятия, они обретают смысл только когда мы фиксируем ну скажем два абстрактных вычислителя. Например, абстрактный вычислитель C-шный и значит машинные коды для этого компьютера, на котором мы сейчас работаем. Или это может быть например Java и байт-код для виртуальной машины Java. Или это может быть C-Sharp и байт-код для дотнэдовской виртуальной машины. Или это может быть скажем Python и байт-код для Python, который в этих файлах .pyc находится. Между этими двумя абстрактными вычислителями есть некий процесс перехода. И мы можем понять насколько один из них похож на другой. Условно говоря программа на Haskell совсем не похожа на машинные коды. А программа на C больше похожа на машинные коды чем программа на Haskell. Поэтому относительно машинных кодов C это более низкий уровень. Низкий уровень абстракции. Это более низко уровневое программирование. А скажем относительно джававской виртуальной машины Java это не очень высокий уровень. Она достаточно прозрачно переводится в джававский байт-код. Например, Clojure или Kotlin или Scala это более высокий уровень, потому что она стоит дальше от того, как работает джававская виртуальная машина. На более высоком уровне абстракции. Там нужно больше преобразований, чтобы из одной программы получить вторую. А зачем нам вообще нужно низкоуровневое программирование? Зачем почему бы не отдать всю работу компилятора? Если для нас важно, чтобы программа что-то сделала, так давайте будем писать на каких-нибудь супер высоковровневых языках исключительно. И потом через большое количество преобразования оно превратится в машинный код и будет как-то сам исполняться. Первое решение это все-таки кто-то должен написать компиляторы. Ну допустим компиляторы у нас есть. У нас было много времени, чтобы написать их. По времени не выгодно. оптимизировать по памяти по скорости работы и на высоком уровне это невозможно сделать. Можно взять Но это только если мы считаем, что компилятор это сделать не может. Можно взять в пример NumPy библиотеку для Питона, которая полностью написана на C и именно поэтому она очень быстро выполняет операции со всякими матрицами и так далее. Это потому, что в Питоне число похилие. Это ведь к самому абстрагированию не имеет отношения. Значит, вы много сделали достаточно правильно ремарок, но они все являются скорее следствием. Чтобы не быть зависимым от преобразования компилятора, чтобы точно знать, что происходит на самом низком уровне программы. Это уже ближе. Значит, все здесь заключается в степени контроля над процессом выполнения. Вот C, например, относительно машинных кодов, это низкоуровневый язык, потому что у вас язык предоставляет много инструментов, чтобы контролировать поведение программы. У вас, грубо говоря, количество абстракций там очень маленькое, и вы каждый раз, когда, например, вызываете функцию, вы можете примерно сказать, да, вот эта штука вряд ли будет занимать больше, чем столько времени вызвать функцию и потом из нее вернуться. Вызвать функцию это тоже что-то, что занимает время, например, занимает ресурсы. Если этот вызов действительно есть, конечно, потом в машинном ходе после оптимизации. но если он есть, то мы примерно представляем, какие последствия у нас будут для того, что мы здесь вызвали функцию, а не просто написали ее код, вставили, заинлайнили. То есть, это все про контроль. Мне кажется, деталь немножко другая. Мне кажется, деталь заключается в том, что на более, что когда мы рассматриваем, например, два уровня, то есть, более высокие и более низкие. Ну, чтобы их сравнить, нам надо их как-то представить. то у нас на каждом из этих уровней, даже если абстракции, которые мы используем, одинаковые, но все равно переход заключается в их преобразовании каком-то между ними. Так вот, суть заключается в том, что в процессе этого преобразования, даже если это одинаковые системы абстракции, мы как-то осуществляем какую-то трансляцию между ними, то есть, мы какую-то информацию теряем, какую-то информацию собираем и воссоздаем. Так вот, мы заинтересованы в использовании более низкого уровня в тех случаях, когда в ходе этого преобразования мы не можем управлять какой-то частью информации. Ну, ремархи... То есть, например, аспектами того, как программа будет выполняться. Например, на более высоком уровне мы не можем сказать что-то той системе, которая на низком уровне будет реальный код выполнять. То есть, там нам нужно какую-то информацию добавить в нашу систему. Окей, ремархи принимается, но, я думаю, мы сможем ее осознать уже ближе к концу курса. Да, у нас там будут, например, нам нужно будет тягать ассамблерный код из C. Вот, тогда мы вернемся к этому моменту, я думаю. Вот. Ну и, собственно, какая наша задача дальше? В заключении, поговорив по разной вычислительной системе, немножко, немножко посмотрев на то, какие системы мы уже использовали в рамках нашего обучения, значит, хочется немножко поговорить о том, как выглядит та вычислительная система, с которой мы работаем на курсе низкого уровня его программирования. Вот. Значит, давайте попробуем ее просто сконструировать. Это будет немножко такой исторический экскурс отчасти, если можно так назвать. Некая такая упрощенная история того, как мы пришли к тому, с чем мы сейчас работаем. Вот. Началось все с того, что у нас просто была архитектура фонемена. грубо говоря. В ней была память, в ней был процессор, в ней был канал обмена данных между ними. Структурно там были еще какие-то мури-компоненты и многие вещи там выглядели не так, как сейчас. Но вот это было примерно то, что было. У этой штуки сразу стало понятно, что есть определенные недостатки. Недостатки такие принципиальные. Не просто там память недостаточно быстрая, а вот что-то принципиальное. Первый принципиальный недостаток заключается в том, что это не интерактивная система. Она замкнута на себя и с внешним миром она никак не общается. Мы там в какой-то момент развития учительной техники мы могли вручную буквально эти биты в памяти поменять, какие-нибудь штуки переставить из одного гнезда в другое. вот мы там изменили содержимое ячейки. Но это такая вещь, нет хорошей жизни, что называется. Поэтому первое, что туда можно добавить, это обмен с внешним миром с помощью прерываний. прерывания они с одной стороны позволяют нам общаться с внешним миром, с другой стороны если мы общаемся с внешними устройствами, мы можем более эффективно распределять ресурсы процессора, потому что условно говоря принтер он работает намного порядков медленнее, чем процессор или память. Поэтому если процессор будет заниматься тем, что он управляет принтером, то большее количество тактов он будет просто работать в холостую и ждать пока принтер среагирует на то, что процессор ему сказал. Будет эффективнее занять в этот момент процессор какой-то другой работой. А чтобы это было возможно, нужно, чтобы процессор мог прерваться от выполнения текущей программы и заняться принтером, например. А потом вернуться обратно. Кроме того, стало понятно также, что есть разные технологии, по которым можно сделать память. Память можно сделать или очень маленькой, или очень быстро и очень дорогой, или помедленнее, но дешевле. Поэтому память стали организовывать в несколько уровней. На каждом уровне памяти все меньше, и она все быстрее. Сделать все быстрым и сделать все дорогим это просто экономически нецелесообразно. Ну и там есть еще другие ограничения уже схемотехнические, но об этом не будет. Поэтому скажем так фонейман с некоторыми поправочками он у нас будет выглядеть примерно вот так вот. как процессор, который соединяется с внешним миром через прерывание, у которого есть регистр и у которого есть память. Память в данном случае имеется в виду опять же оперативная. Это не магнитные ленты, это не жесткие диски, это не хранилище. Значит, по-английски обычно различают memory как память оперативную, например, и storage как хранилище, как хранилище большого количества данных, которые нам нужны редко. Почему вот эта штука, она вообще работает? Есть очень важное эмпирическое свойство программ, которое делает такую вот конфигурацию системы разумной. Это локальность. Локальность бывает там временная и пространственная, и означает она то, что если мы в память обращались по какому-то адресу, то в ближайшее время мы скорее всего будем обращаться или по тому же адресу, или где-то недалеко от него. Если свойство локальности в системе выполняется, то мы можем применять механизмы кэширования, то есть добавить между памятью и исполнителем какой-то еще один уровень памяти, который будет меньше и быстрее, и который будет просто служить кэшем. То есть чаще всего работа будет происходить с кэшем, а иногда когда у нас в кэше данных нет, они будут гружаться из более медленной памяти. Регистр является для памяти в общем-то кэшем. Но в современных компьютерах, как вы может быть знаете, кэши есть много уровней, и помимо процессора, регистров, между регистрами и физической памятью будет еще много-много-много уровней кэшей. Ну, три на самом деле, около того. Стоит отметить, что на самом деле это достаточно общий принцип, что если мы, ну, это и для программирования тоже работает, если мы хотим по максимуму выжать производительность и задействовать те ресурсы, которые у нас иногда простаивают, то при этом программа там или вообще система, она будет усложнена нами, потому что нам нужно будет добавить возможность использовать эти ресурсы, которые простаивают, и в худшем случае там даже, наверное, понизится производительность. Вот такой хороший пример, мне кажется, но представьте, что у вас есть ущелье узкое, в нем есть железная дорога, одна. Ущелье длинное. Соответственно, если один поезд зашел в это ущелье, то с другого конца поезда зайти в это ущелье уже не могут, им придется ждать. Как можно было бы сделать эту систему более эффективной? Первый вариант это просто продолбить там рядом тоннель или расширить это ущелье так, чтобы умещалось два пути. Но ущелье оно очень длинное. Оно может, например, занимать длину 20 километров и расширить 20-километровую дорогу на две полосы. Это задачка очень и очень и очень дорогостоящая. Как можно обойти значит это ограничение? Мы можем где-то в середине сделать небольшой дополнительный путь и доведя поезд до половины поезд может отойти на этот запасной путь и там немножко постоять пока другой поезд который идет ему навстречу пройдет через ущелье. Но, как вы видите, несмотря на то, что это решает в некотором образом проблему, если один поезд зашел в ущелье, тебе уже с другой стороны не нужно ждать, пока противоположный поезд пройдет эти 20 километров, можно двигаться навстречу и там разойтись где-то посередине. Но всю систему это усложняет. Поезда теперь, если они недостаточно коммуницируют друг с другом, они могут просто столкнуться. Есть ограничения на длину поезда, потому что дополнительный путь мы сделали, скажем, 50 метров, куда можно отвезти поезд посередине ущелья. Значит, поезд, который входит в ущелье, он не должен превышать 50 метров в длину, иначе он не сможет разойтись другим поездом. В итоге, как видите, много-много дополнительных ограничений, все ради того, чтобы более эффективно использовать эту железную дорогу. И в вычислительных системах такой сценарий тоже часто происходит. Еще несколько недостатков того, что здесь у нас происходит. Сейчас мы думаем, что мы выполняем одну программу. На самом деле компьютеры выполняют программу много. Или одновременно, или как будто бы одновременно, переключаясь между ними. Если у нас много программ, то получается, что они делят память между собой. Они должны располагаться в разных кусках памяти. Не очень понятно, как организовать память таким образом, чтобы они друг с другом не пересекались, чтобы программу можно было кинуть в любой кусок памяти, например, может быть, как-то по частям, подгружать ее, может быть, динамически в память, не застающие куски и так далее. Чтобы это сделать, память виртуализирует. То есть создает виртуальную память. я так понимаю, вы знаете уже с курса UPDESH такое виртуальная память, но мы еще будем об этом в подробности говорить на одной из следующих лекций. И у каждой программы мы создаем иллюзию того, что она единственная сидит в памяти. Каждой программе дается свое адресное пространство и у нее есть также иллюзия того, что она и процессор использует единолично, не пересекая с другими программами. Мы добавим в систему виртуальную память, мы добавим в систему возможность программам делить процессор периодически, хватая процессорное время себя. Мы добавим в систему также аппаратный стэк, потому что каждой программе хотелось бы уметь вызывать процедуру, а без стэка вызывать процедуру достаточно сложно. И мы придем к такой достаточно мудреной картинке, на которой у нас, ну сейчас я вам объясню, что здесь происходит, которая у нас вырастает, скажем так, из фонемена путем нескольких модификаций, путем того, что мы добавили регистра, того, что мы добавили прерывания, кстати, их здесь нету на этой картинке, и того, что мы виртуализировали процессор и память. на картинке, значит, как ее читать? В верхней части вы видите два, ну это не то, что виртуальные процессоры, но допустим, это виртуальные процессоры, которые умеют выполнять программы. У каждого из них есть набор регистров. Каждый из этих процессоров может выполнять один из тредов, которых в системе сейчас три, но может быть и много. Каждый тред, он, это тоже приближение, такое не совсем точное, у него есть свое адресное пространство и свое какое-то состояние в плане регистров. Ему кажется, что он единственный имеет регистр, имеет память и сидит у себя в своем изолированном пространстве. Адресные пространства всех тредов, в них есть кусочки, которые валидны и кусочки, которые не валидны. Валидные кусочки, они могут храниться в памяти, но также на них может мапиться, например, содержимое жесткого диска, содержимое файлов, если быть точнее. жесткий диск здесь изображен с помощью прямоугольника storage. Я думаю, что примерно к 4-5 лекции мы с вами будем думать о компьютере примерно вот в таких терминах. Будем думать о том, что компьютер это примерно такая штука. Так выглядит вычлительная система, которую мы будем изучать на этом курсе. Вот. Если нет вопросов, еще один маленький организационный момент. Мы предполагаем, что вся сдача лабораторных работ будет через GitLab, наш, который мы сейчас настраиваем активно. Но мы пока еще не пришли к какой-то такой стройной схеме того, как организовать структурно курс на GitLab и как организовывать ваши репозитории. Поэтому мы сейчас будем об этом думать, и как только у нас появится точная схема, мы вам сообщим. Сами лабораторные работы и задания, к ним варианты, где можно взять? Значит, вариантов нету. Что касается лабораторных работ и вообще содержимого курса, есть книжка, по которой, собственно, этот курс читается. Называется Low Level Programming. Вся информация про курс, которая, вернее, не так, я кинул в чат ссылку, сейчас я ее продублирую, на страницу, которая собирает всю информацию организационную, которая по курсу нужна, включая количество лабораторных работ, включая Telegram-канал, в котором у нас будет происходить все. А эта книжка в электронном виде есть? Да, в электронном виде она есть, но ее нету по-русски, к сожалению, она есть только по-миске. О, мой Бог. Да. Вот. И по всем вопросам вы можете писать в Telegram-чат, вы можете писать мне в Telegram-личный, я буду вам отвечать в любые дни и вечера, кроме вечеров перед сдачей лаб и вечеров перед рубежными контролями. Вот. А почему нельзя в эти чусеры? Потому что если разрешить взаимодействовать в эти вечера, то я буду приходить в университет с одной и не наступившейся. Я вот Сергею Викторовичу писал по поводу И тогда все будет еще хуже. Все будет еще хуже. Сергея Викторовича Клеменкова писал перед экзаменом ночью, он не ответил в час ночи, по-моему. Правда, не очень довольный был, но ответил все-таки. Вот, вот. Ну вот. Я все-таки хочу обойтись без излишних страданий на этом курсе, потому что сам материал не то чтобы очень простой. Вот. Я хочу, чтобы у нас не знаю, все было хорошо и без особенных мучений. Предаватели практически могут со мной не соглашаться в этом плане. А такое может быть? Ну, посмотрим. В принципе, пока что у нас получалось более-менее. Нужно ВТ. Ну, слушайте. Это не по ВТшному. Сколько мемов вы слышали по курсу ОПД, а по курсу там, я не знаю, сколько мемов вы слышали по УПД? Там просто много перваков, там просто много перваков, а к третьему курсу уже не очень много людей, видимо, доживает. Ну, видимо, да. Ну, отчасти поэтому, да. Ну, отчасти потому, потому что у нас, наверное, все немножко более травоятно. А может быть и нет. А вы запись лекции куда-нибудь выложите? Да, значит, запись лекции мы куда-нибудь выложим. Вот у вас есть канал на Ютубе, на который есть ссылка в Вики. Да, может быть, это неплохая идея поместить в Вену туда. А, знаете, всех обязательно присутствовать? Было бы, конечно, хорошо, если бы вы присутствовали. Ну, просто если есть записи, а я не как бы лекции в субботу идут. Ну, у меня нет механизмов для того, чтобы... Дело не столько в самих лекциях, сколько в том, что, как бы, помимо основного содержания, да, как вы видите, тут еще происходят ответы на вопросы, всякие разные активности, и могут возникать какие-то кусочки информации, которые, как бы, в существующих выкладках они отсутствуют, но вам может быть полезно именно на лету их подхватить, потому что в контексте оно все-таки лучше воспринимается. Я плюсую Юру в данном случае. Раньше этот курс, он читался вот прям по этой книжке, собственно, книжка, из него и выросла. Вот. Но сейчас он будет, наверное, немножечко дополняться другим материалом. Я буду стараться, чтобы у вас всегда был плюс-минус актуальный список источников, на которые можно сослаться и перечитать то, о чем мы разговаривали на лекции, если вы о чем-то, если вы что-то не поняли и так далее. Или если вы хотите более глубоко зарыться, что, конечно, будет для вас большим плюсом. Вот. А еще... Да, буквально секунду. Но я пока не даю вам строгого обещания, что вот сейчас я вам даю конспект на эту лекцию, что на всех следующих лекциях у вас тоже будут от меня конспекты того, о чем я вам буду рассказывать. А транслироваться всегда будет? То есть мы в следующие разы будем очно встречаться? Будет только очно или транслироваться тоже будет? Значит, трансляция будет. Что касается практик, механизм пока не ясен, потому что у нас нет еще точной информации о том, какое количество вас записалось на дистанцию. И еще один вопросик. Вы говорили, что, скорее всего, лекции будут каждую неделю, а практики вот у нас по расписанию, если я не ошибаюсь, раз в две недели... А, по две пары раз в две недели. Они так... То есть этого времени плюс-минус должно хватить для сдачи лабораторных работ. У вас 8 лап и у вас 8 практик. Да, конечно, вам хватит. Болапшин стайл. Я это называю. Допа будут? Теоретически. Теоретически, возможно, теоретически, возможно, такая вероятность, что вы сможете приходить условно в одно и то же время, но на каждой неделе. Вот. Но это пока еще тоже под вопросом. А когда ближайший доп? Когда закончатся практики. Дело еще в следующем. Вы не забывайте о том, что я есть в вашем распоряжении. Если у вас есть вопрос, вы можете мне его задать, а не ждать практики для того, чтобы это сделать. А вот по первой лабораторной работе, которая будет уже... Ну, у нас хватит знаний, чтобы что-то там сделать? Например, если в пятницу уже практика. Значит, смотрите, по поводу первой лабораторной работы. Что вам нужно сделать? Почитать две главы книжки, вот этой вот самой. И там в секции 2.7 указано полное условие этой самой лабораторной работы. Это на штыпиндоском написано. Ну да, что ж поделать. Ну ты же программист, ты должен уметь читать на английском. И в общем-то страниц тут... Страниц тут надо прочитать немного. Все начинается на странице 3 и заканчивается на странице 38. Первые две главы, в конце там прям будет написано лабораторную работу? Будет написано секция 2.7, assignment и полное условие. А в каком виде сдавать? Если к пятнице, например, не настроят GitLab? Если к пятнице будет непонятна еще схема с GitLab, ну все равно можно распечатать код, принести его... В виде традиционного отчета. В виде традиционного отчета, то есть распечатанный код плюс титульная страница. Обязательно код распечатывать, или можно ссылочку в отчете на GitHub и просто, ну, типа QR-код и ссылочку и просто на GitHub вложить, чтобы бумагу беречь. Нет, дело в том, что... Дело в том, что идея использования систем контроля версии, она связана как раз с тем, чтобы можно было онлайн писать, например, комментарии к коду. Вот. И тогда не очень понятно, зачем вам титульный лист... То есть пока печатать в традиционном виде. Подождите, значит, по поводу печатать. К сожалению, мы пока этого не можем отказаться полностью по причине того, что в ВУЗе иногда проходит аккредитация, что является административным актом. И нам нужно предоставлять все отчеты по лабам. Нет, смотрите, мы у некоторых преподавателей делали так. Мы печатали один титульный лист и второй листик с ссылкой и выводами. То есть типа ссылка QR-код на сам код и вывод... Ну, задание и выводы. Это умещалось на один листик. И получалось два листика. То есть, ну, отчет есть, но как бы лишний там куча страниц на сам код не уходит. Дело в том, что такая форма отчета не позволяет наблюдать в нем саму работу. Вот. С этой точки зрения целесообразнее просто отчеты сделать в электронном виде, но не печатать. Ну, можно показать на компьютере. Давайте так. Значит, для первой лабораторной работы мы сделаем распечатанный листинг и титульный лист. Но мы будем работать над тем, чтобы сделать какую-то более удобную форму. И к концу нужно... С вами обсуждать с администрацией. Да, и к концу нужно будет все равно, скорее всего, подготовить все отчеты ну, хотя бы в электронном виде, чтобы они все просто у вас были. Чтобы мы их потом положили в одну папочку, и если отчетность будет нужна, то они у нас будут. А вот именно в процессе сдачи можно использовать и систему контроля версии, да, вот напечатанный, то есть там как-то... Ну, самое главное, это просто, что можно ли делать только электронные вообще не печатать ничего. Дело еще и в том, что, смотрите, вы, например, делаете работу, да, а мы во время защиты находим у вас ошибки. И как бы смысл ее печатать во всех разных вариантах промежуточных. В этом нет никакого смысла практического. Вот, значит, еще несколько вещей, которые я хочу вам сказать. Ой, извиняюсь. Я случайно не в публичный чат написал. Значит, я посылаю две ссылки сейчас в чатик. Первая — это ссылка на репозиторий с первой лабораторной работой, вернее, с заготовкой для нее. Вторая — это ссылка на мой конспект того, что было у нас на первой практике с той группой, которая уже вчера занималась. Вот, эта информация вам будет полезна для вашей собственной первой практики. Вот. И приносите, пожалуйста, все свои ноутбуки в пятницу, чтобы работать на своих компьютерах. Значит, есть важное очень замечание. Значит, Google — наш лучший друг, кроме, значит, одного типа вопросов. Никогда не спрашивайте Google, что делает команда Move, или что делает команда Add, или что делает любая инструкция. Проблема в том, что наша линейка процессоров, которую мы изучаем, она началась где-то в 70-е годы. И было много итераций, было много версий архитектуры, было много разных точек, когда писались, там, не знаю, документация к ней, и команда Move 20 лет назад, и сейчас она делает немножко разные вещи. Ответ немножко проще, на самом деле. Вот. Поэтому, значит, кроме того, сейчас на Assembler пишут значительно меньше, нежели 30 лет назад. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь официальной документацией Intel. Ссылка там есть в одном из тех файлов, которые я прислал на одной из этих страниц. Она большая, там 5000 страниц, но там есть оглавление, в котором от A до Z перечислены все инструкции. Вам фактически нужно найти страницу, на которой находятся нужные инструкции и посмотреть для нее справку. Вот. Об этом тоже написано в книжке, в том числе. Но это нужно поговорить. Значит, есть один комментарий и два вопроса. Значит, комментарий следующий. Вот это вот то, о чем сейчас шла речь. Значит, речь заключается в чем? Речь заключается в том, что, смотрите, когда мы, если мы вообще говорим про языки типа ассемблера, то у нас есть как бы разные вещи. У нас есть инструкция, есть мнемоника, есть операция, которая должна выполниться. А еще есть способ представления, кодировка обкода этой инструкции. Вот все эти четыре вещи, они разные. И на каждом из уровней, каждая из них для каждого процессора, да, или для каждой разной машины, она может различаться. Вот. То есть, дело в этом. Документация, она покрывает только один или два из этих уровней обычно. Вот. Вот интеловская, она покрывает все, но она как бы большая. Да. по этой собственной причине. Вы когда будете читать, вы это увидите. Вот. Соответственно, вопросы следующие. Было сказано, что нужно использовать обязательно Linux. Но ведь, во-первых, у нас есть всякие Sugwin, например. Нет. Они шкрируют. Под Windows, значит, под Windows используйте просто VSL или виртуальную машину с Linux. Под Linux используйте то, что у вас есть. Подожди, подожди. То есть, ты хочешь сказать, что именно дело в каком-то конкретном тулинге или дело в конкретном ядре системы? Ну, нам нужно, знать, нам нужно использовать системные вызовы, поэтому Sugwin, я думаю, он... Прямо ручками на сырую нам нужно использовать системные вызовы. Да, 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 в лабораторных. Поэтому Sugwin не подойдет. Mac OS не подходит по этой причине, плюс к этому там весь код должен быть position independent, а это не просто сделалось. Это не задача для первых лабораторных процентов. Отсутствие компас с Intel-овским процессором сильно помешает? Если у тебя нет компас с Intel-овским процессором, ты пишешь мне и я даю тебе. просто у меня что на ноутбуке, что на домашнем компе AMD-шные просы... А это влияет? Это не влияет. У них одинаковая программная архитектура. Почему-то документация Intel-овская. Потому что по этой же самой причине. Ну, нет, с этой точки зрения вы можете и AMD-шные использовать, просто у них одинаковый набор инструкций и одинаковая программная архитектура, которая называется AMD-64. Она же Intel x86-64. Это одно и то же. Просто же первые процессоры были от Intel. Ну, 86-я архитектура они первые же разработали. Поэтому Intel поддерживает. Да, но дело в том, что когда создавалось расширение 64-битное, то было два варианта. AMD-с сделали такое расширение методом увеличения разрядности из Intel-86, а Intel-с то, что называется Итаниум. И так случилось, что AMD-с сделали свою быстрее, поэтому она распространилась быстрее раньше. И поэтому Intel-у потом пришлось как бы нагонять их и использовать просто, чтобы рынок не потерять ту же программную архитектуру. Ну, а Итани, он вроде бы не только этим славится, он же еще там 100 регистров предоставляет еще что-то какая-то ну да, так как бы об этом и речь, что они в принципе разные, но это не про Intel-овскую AMD-шную, а это про то, что программная архитектура у них одинаковая. Intel, современные 6-битные процессоры, Intel, то, что вы знаете, они используют программную архитектуру, которую изначально создали AMD, является ее развитием, но когда они создавались, Intel сделал вообще другую архитектуру, но которая не успела вовремя выйти на рынок. И она называется Itanium. Поэтому, когда вы говорите Intel, 6-битный Intel, да, традиционно речь идет об архитектуре AMD-64, но на самом деле у Intel есть другая 6-битная архитектура, которая называется Itanium. Программная архитектура у распространенных процессоров, вот то, что вы имеете в виду, скорее всего, то, что в вашем компьютере, это не Itanium, скорее всего. Вот, ну и последнее, что я хочу сказать, это уже не про курс, но в принципе у нас на ВТ идут реформы достаточно масштабные, может быть, вы об этом слышали. И реформы касаются методики преподавания и того, что именно преподают, и какие курсы, как они читаются, в общем, все снизу доверху. Сейчас уже первый курс и второй чувствуют то, что у нас будут там какие-то изменения происходят, у них новые курсы там, не сказать, на математике у ИВТ, новый курс будет по теории вероятности на втором курсе, новая физика на первом курсе, которая потом будет, ну, скорее всего, на втором-третьем семестре. Вот, если вам это интересно, если вы хотите поучаствовать, например, своим мнением, буду очень рад услышать ваше мнение об обучении на нашем факультете, а все новости на эту тему и все апдейты, что называется, что мы уже делаем, о чем мы думаем, они вот в каналчике Redux в Телеграме, я скину на него ту же ссылку, присоединяйтесь и... Так, и есть еще второй вопрос про практики. Рассматриваем ли мы возможность использования каких-нибудь проектных подходов типа вместо лабораторных? Значит, вместо лабораторных нет, а для получения зачета да. Вместо того, чтобы сдавать зачет, что называется, будем... Да. То есть в этом случае он будет замещать лабораторные, правильно? Он не будет замещать лабораторные. Значит, чтобы получить зачет, нужно сдать зачет и сделать лабораторные работы. Ну и помимо... То есть я имею в виду, то есть какая-то активность, которая покрывает все те же самые темы, но отличающаяся по содержимому от лабораторных? Да, но лабораторные она не отменит. То есть человеку нужно будет все равно сделать все лабораторные работы, плюс вместо того, чтобы сдавать устный зачет мне, он может сделать проект. Значит, проекты были в большом количестве сделаны в прошлые года. Можно посмотреть какие-то какие-то примеры вот по этой ссылке на YouTube. А, то есть обратите внимание, у нас есть еще устный зачет для... Не только контрольные лабораторные, еще... Да. Взгляните, там есть куча видеодемок на самом деле с прошлых лет. Всякие игрушки, виртуальные машины, компиляторы, еще много чего. Вот, это все то, что делали люди в прошлые годы. В конце концов, проект происходит таким образом. Вы со мной согласовываете тему, заводите репозиторий, начинаете его делать. Я делаю код-ревью, вы делаете видеодемку, и конечный результат этого — это ваш зачет, видеодемка и репозиторий на условном гитхаде. Вот. После этого, значит, ситуация бывает, развивается еще несколькими образом. Значит, в прошлые годы мы неоднократно делали публичные защиты проектов в компаниях. Обычно это было в ITV. И среди людей, которые защищали проекты в ITV, то есть просто пришли в компанию ими перед сотрудниками, рассказали о том, какие они классные штуки сделали для своего курса в ITV. Как минимум человек 5 или 6 получили предложение стажировок. Мы будем эту практику дальше развивать, то есть хорошие проекты закончены, мы организуем для них защиту и это поможет вам познакомиться с потенциальными работодателями. Ну, плюс к этому это просто достаточно хорошая активность на мой взгляд. Вот. Соответственно, имея хороший проект, вы можете с одной стороны защитить его перед компанией, а с другой стороны потом указывать его в резюме. Это вам поможет. еще какие-то вопросы, обсуждения? Какие может быть примеры таких работ за счет А я скинул ссылочку на YouTube канал сейчас в чатик. Посмотри, там их достаточно приличное количество. Вот. Если что, можно, наверное, обращаться к нам, потому что у нас, наверное, тоже есть какие-то идеи, если вы что-то хотите, но вас не придумывается? Или просто интересно? Если у Юры будут идеи, то, да, Юра, можешь попробовать студентам предложить какие-то проекты. Ограничения, то есть, что мы должны в проектах использовать мы должны попадать в определенные рамки? Нет, ограничения обговариваются. Просто идите ко мне за согласованием тем и постараемся не сильно выходить за рамки названия нашего предмета. Потому что в прошлые годы, например, предмет назывался языки системного программирования, а системное программирование это значит программирование системного программного обеспечения, компилятор это тоже системное программное обеспечение, поэтому были проекты на хаски. Класс. А вот это уже интересно. Поэтому если у вас есть какие-то проекты, желание что-то сделать, и вам кажется, что это низковыровневое программирование, все равно поговорите, может быть, на самом деле мы можем состыковать одно с другим. А проекты и лабы сдаются по одному или можно объединяться с кем? Значит, проекты только индивидуально. Мы поняли, что невозможно, ну, во-первых, учиться работать в команде нужно не на больших сложных проектах, во-вторых, когда несколько человек делают проект, почти невозможно выделить, кто из них действительно работал, а кого тащили просто так. Нужно просто структурно побить задачи. Максимум, на что можно пойти, это если есть несколько абсолютно изолированных частей проекта с описанными интерфейсами, и каждый из них можно использовать по отдельности, но в том числе их можно собрать во что-то одно. Тогда можно. Но это надо как бы обсуждать, да, поэтому... Это все нужно детально обсуждать. Поэтому...